Давайте двигаться далее к следующей теме, она будет иметь название «Война Путина не оправдала своих целей». И начнем, конечно же, с сюжета наших коллег. Российская армия проигрывает Украине с первых дней войны. Я хочу напомнить, что сегодня ровно 90 дней с того времени, как Россия собиралась захватить Киев за три дня, да, вот три месяца и три дня, ну, несколько разные периоды. Близкрик провалился, как практически все планы, которые ставил перед собой Путин и военное командование, зато вопреки российским планам, расширяется НАТО, а в Украину завозится все больше оружия. Детальнее в материале и продолжим тему затем. Российская армия проиграла уже на третий день полномасштабного вторжения в Украину, считают эксперты. Ведь когда российским оккупантам не удалось взять Киев за три дня, провалился так называемый Близкрик и разрушился миф о могуществе второй армии мира. Они рассчитывали так бодрячком проскочить через все украинские войска, зайти в Киев и тут сказать, вот все, мы тут уже победили, мы уже классные. Вот этого всего не случилось. Вот с этого момента уже начало проявляться поражение российской армии и вообще военно-политического руководства России. Потому что оказалось вдруг, что все, чем они пугали мир, все, о чем они рассказывали, о величии российской армии и так далее, все это оказалось блефом. Провалился и план Путина по демилитаризации Украины. Ведь с начала полномасштабной войны страны Запада ежедневно поставляют украинской армии различные виды оружия, а президент США подписал закон о ленд-лизе. Российская армия ежедневно теряет огромное количество военной техники, а потери личного состава приближаются к 30 тысячам. Не удалось и остановить расширение НАТО. Заявки на членство в Альянсе уже подали Финляндия, которая граничит с Россией и Швецией. О планах сблизиться с НАТО заявила и Швейцария, хотя страна сохраняла военный и политический нейтралитет с 1815 года. Безусловно, и Швеция, и Финляндия станут членами Североатлантического альянса и очень даже быстро. Более того, я могу прогнозировать, что, скорее всего, и вопрос расширения НАТО на юге, в Балканском регионе, тоже весьма ускорится. Потому что триггером всех этих процессов являются агрессивные действия России. Начав войну с Украиной, Россия нанесла удары по своей экономике. Российский рынок покинули многие крупные международные компании, из-за чего россияне остались без работы и без многих привычных товаров. Да и в российском обществе произошел раскол между теми, кто за и кто против войны. Влад Ацуркан специально для информационного марафона Freedom телеканала UA. Эту тему в разговоре продолжим с нашим следующим гостем. С нами на связи российский политолог, политтехнолог Абас Радикович Гоплямов. Здравствуйте, рад вас приветствовать. Здравствуйте. Ну что ж, давайте начнем с обобщенных вопросов. Вот коротко о том, что российская армия проигрывает Украине с первых дней войны. Об этом говорит и британская разведка. Понятное дело, что мы не говорим за локальность, мы говорим непосредственно за общие цели, которые изначально были и которые сейчас есть. Вот в целом, по вашему мнению, как сейчас может измениться ход войны, учитывая то, что за три дня Киев не удалось взять, Харьков не удалось взять, Сумскую область, Черниговскую не удалось взять, и сейчас только локальные бои происходят на Донецком направлении. Ваше мнение, ход войны как сейчас может поменяться? Ну, Путин сейчас, очевидно, в тупике. Он нет ни одного варианта, который бы гарантировал ему, не то что гарантировал, а дал бы надежду на более-менее благоприятный исход. Он выбирает между совсем плохими вариантами. Значит, лучше всего, конечно, для него было бы прекратить боевые действия и отступить, потому что сейчас, ну вот вы уже упомянули в сюжете про российскую экономику, ситуация там, аховые перспективы, совсем плохие. Значит, и когда ты помножишь это на падающий уровень жизни, который в России падает уже лет 8-9, и привёл в своё время к росту протестных настроений, они где-то, начиная с 2018 года, у нас растут. Значит, ну ты понимаешь, да, что эта война, вот когда ты вот это всё складываешь, да, ты понимаешь, что затянувшаяся война достаточно быстро станет непопулярной, она уже теряет популярность, уже началась эрозия. Пока она не очень заметна в цифрах, но с точки зрения качества, конечно, видно, что группа поддержки войны, по моим оценкам, это где-то 55 на сейчас, 55 процентов, население чуть больше половины, она растеряна, она ещё, так сказать, не отреклась от Путина, да, но в принципе она уже понимает, что что-то пошло не так, и она, знаете, ну её поддержку Путин теряет. Она обескуражена, и скоро она, ну так, всё больше начнёт смотреть в сторону оппозиции. То есть динамика совершенно очевидная. Вот. И поэтому вот продолжение войны, с учётом вот этих негативных трендов долгосрочных, обязательно приведёт к тому, что война окончательно утратит популярность, она, ну и по сути, она может стать триггером для, так сказать, революции, да. Значит, через два года у Путина выборы, они и без того достаточно проблемные, потому что вообще-то по Конституции у него сейчас последний срок, да, и для того, чтобы получить право избираться ещё раз, он переписал Конституцию. Тогда народ против не выступил, потому что тогда это было ещё далеко, это ещё была абстракция. А сейчас, когда он захочет на фоне непопулярной войны и падающего уровня жизни избраться, люди вот про эту хромую легитимность его обязательно вспомнят, и вся эта история чревата мощным протестом в духе болотной. Но тогда хоть силовики были лояльны ему, а сейчас и у силовиков поводов недовольства навалом, да, та же армия, вот он её втравил в авантюру ведь, по сути, да, и военные, ну, до них это уже начало доходить, а за два года-то они точно это поймут. Вот, то есть как война 14-го года, значит, Первая мировая война привела к революции, значит, 17-го года, так же, как афганская война в значительной степени поспособствовала делегитимизации Советского Союза, вот эта нынешняя затянувшаяся война тоже, ну, прям реально угрожает долгосрочным перспективам путинского режима, ну, среднесрочным, я бы сказал, но вот в масштабе двух лет, да, значит, и вроде бы надо прекращать, да, но прекратить он тоже не может, потому что нет же трофея, который он может предъявить обществу со словами «смотрите, я победил». А прийти домой без этого трофея, ну, для Путина это смерти подобно. Ну, надо просто понимать, что в нашей внутрироссийской ситуации у него нет других источников легитимности, кроме вот этого ощущения, что он сильный, что он всегда побеждает, что он там готов, может справиться с любым своим врагом. Вот. И, собственно, ну, только поэтому, значит, и элиты, и население лояльны. Других источников легитимности нет. Уровень жизни падает, коррупция запредельная, значит, вот этот разговор о консервативных ценностях, ну, у людей уже в печенках сидит, да, и на самом деле, ну, люди чувствуют. Вот образа будущего такого понятного нет. У украинцев он, очевидно, есть, собственно говоря, почему они проявляют вот этот массовый героизм свой, да, потому что, ну, у них есть понятное будущее, за которое они бьются. Люди же бьются не за статус-кво, да, ну, жизнями готовы рисковать, это вообще известно, да, люди за, а именно за перспективу свою, за то будущее, которое они там себе, своим детям уготовили. И видно, что у украинцы, ну, у них есть такое будущее, да, и, наверное, вам даже очень трудно будет понять, как нация может существовать без этого образа будущего. Вот, но вот россияне, они именно такие, поэтому они, собственно говоря, обескуражены, поэтому даже лояльные группы населения совершенно не в состоянии, там, так сказать, продемонстрировать на деле патриотизм, да, то есть они любят о патриотизме говорить, но очередей военкомат незаметно, да, вот, и даже на провластные митинги, там, их без административного ресурса не соберешь. То есть у людей, вот, ну, нет силы действовать, нету вот энергии социального действия, что называется, да, и, в общем, и вот в этой ситуации, ну, признавать за Путиным право править, ну, других поводов вообще нет, кроме как, ну, понимания, что он сильный, он все равно всех победит, даже если мы будем там протестовать против него, он все равно там нас раздолбает и, значит, будет править. Вот это единственный источник легитимности, да. Ну, тут украинцы же наглядно взяли и доказали, что какой он сильный-то, да, ну, как только дошло до реальной драки, то есть он 22 года ходил там, пугал мир, пугал Россию, так сказать, играл мускулами там, направо и налево, там, демонстрировал, значит, свою могучую армию там, да, всех, вот. А как только до дела дошло, тут же получил по зубам, сел, извиняюсь за выражение, значит, на задницу и сидит, головой мотает и встать не может, да, в нокдауне. Ну, вот, значит, если Путин сейчас отступит, не принеся домой какой-то трофей, его режим обнулится, ну, там, за полгода, да, то есть легитимность, ну, упадет и в глазах элиты, в глазах населения до нуля. Поэтому и вот и продолжать войну нельзя, я уже сказал, это чревато там, по сути, революцией, да, ну, то есть превращением войны в очень непопулярную и до революции может довести. Ну, и возвращаться без трофея тоже нельзя, вот. Вот я как раз-таки на эту тему и хотела бы продолжить, но сначала мы послушаем цитату для того, чтобы обсудить руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, он подытожил три месяца полномасштабной войны, услышим. Три месяца полномасштабной войны. Враг не достиг своих целей. Мы выиграли битву за Киев, Харьков, Чернигов и другие города. Вооруженные силы Украины ведут тяжелые бои на Востоке. Украина получает оружие от союзников, которого нужно больше для освобождения наших территорий. Нужны более жесткие санкции против России, чтобы лишить ресурсов их экономику. Слава ВСУ и народу нашего государства! Более того, после нападения России на Украину, мир в полной мере осознал неадекватность правительства. В Кремле НАТО не перестало расширяться. Наоборот, в Альянс торопятся вступить новые члены. Исторический момент состоялся на предыдущей неделе. Генсек НАТО, Йенс Толтенберг, получил от послов Финляндии и Швеции заявки на вступление в Альянс. По ожиданиям дипломатов, ратификация всеми 30 странами-членами НАТО может занять до года. Так вот, все разворачивается действительно, как вы уже говорили, абсолютно не таким образом, как изначально преподносил Путин. И более того, эта война России против Украины действительно может стать таким триггером для революции. Но в любом случае, Кремль же будет пытаться это предупредить. Так вот, как считаете, как же теперь Кремль будет объяснять россиянам, в чем величие России? Ну, значит, в прессе появлялись утечки, в частности, Медуза, одной из наших главных и одной из самых популярных российских независимых СМИ, и писала еще в марте о том, что, ну, со ссылкой на данные своих источников кремлевских, по поводу того, что в политическом блоке Кремля, в хозяйстве Кириенко, проходили совещания по поводу того, значит, что делать в случае, если придется отступить. То есть уже в середине марта Кремлю стало очевидным, что, может быть, не получится. И они стали уже прорабатывать варианты. Согласно данным вот этих источников, Кремль так ничего не придумал. Они там проводили мозговые штурмы и ничего не придумали. Поэтому, значит, я вот отвечаю на ваш вопрос, просто повторю, значит, что нет вариантов. Путин слишком однозначно сделал ставку на военную силу, понимаете? Я вот не случайно употребил фразу чуть выше, что у него нет других источников легитимности. Они же... легитимность не обязательно связана с военной силой, да? Она может быть связана с, значит, с экономикой, да, с чистотой процедуры избрания, да? Она может быть основана вообще на каких-то моральных принципах, как у Барака Обамы, например, было, который, ну, там, занимался перед пределением национального богатства в пользу бедных, да, апеллируя при этом, ну, каким-то человеческим, общегуманитарным ценностям, да? Ну, и так далее. То есть каждый правитель сам для себя это решает. А Путин, вот, он изначально выбрал легитимизацию такую, знаете, вот дворового хулигана, дворовой шпаны, да? Я молодец, потому что я могу тебе навешать подзатыльников, а ты мне навешать подзатыльников не можешь. Он 20 лет это внушал, что он молодец именно поэтому. А потом, когда выяснилось, что он сам никому навешает, ну, может, кому-то и может, да? Вот сейчас они на Молдаву, на Молдову, значит, на Молдову собрались вроде бы нападать, да? Да, вот, может быть, они надеются, что, значит, Молдова окажется слабее украинцев. Хотя бы там они свои силы, может, покажут. Но, по крайней мере, значит, вот первые же, на кого они бросились, чтобы доказать, значит, свою силу, ну, от них они сами подзатыльники получают. И вот нету других источников легитимности. Поэтому взять и заменить сейчас, значит, вот эту легитимность силовую, которую ты 20 лет культивировал, какой-то другой, но это не получится, да? То есть ты можешь менять источники легитимности, когда ты на коне, да? Когда ты силён. Вот ты можешь сказать, смотрите, я выиграл там войну, условно говоря, да? А теперь мы переходим к новым задачам. Значит, мы обеспечили стратегическую безопасность России благодаря вот этому подвигу наших военных, значит, а теперь мы начинаем заниматься там чем-то другим. Ну, условно говоря, развиваем экономику и, наконец-то, занимаемся повышением уровня жизни россиян. Но это можно сделать только, когда ты решил задачу предыдущего этапа, ты выиграл, а тут ты 20 лет говорил, что надо обеспечить безопасность, надо обеспечить безопасность, для этого ты напал, после этого получил подзатыльников, и что, ты же не можешь сказать, всё, я обеспечил безопасность, все же видели, что ты проиграл. Значит, для того, чтобы переключаться на новые источники легитимности, нужно решить задачи предыдущего этапа, а он это не может сделать. Вот поэтому нет вариантов, извините, что так я ничего для вас и не придумал, хотя, с другой стороны, я думаю, для вас это всё утешительно звучит. Ну, в свою очередь, давайте ещё по фактам пройдёмся. Уменьшилось в том числе и влияние России в мире, её способность конкурировать с США и другими странами, а российское общество раскололось. Недоумение по поводу спецопераций выражают даже самые приближённые люди Путина, и спецслужб это тоже касается, потому что, по факту, вроде бы шла спецоперация по спасению, а в итоге уже 30 тысяч российских военных, и это только по официальной статистике, уже убито. Путин, это, кстати, официально, напомню, официально от Генштаба Вооружённых Сил Украины статистика. Как сообщают важные истории, долгосрочные последствия в том, что Россию в будущем ждёт рекордный за всю новейшую историю кризис рождаемости. Кстати, если я не ошибаюсь, Леонид Гозман в нашем эфире сказал российский оппозиционный политик, что уже около 4 миллионов россиян покинули территорию Российской Федерации, и это чуть ли не рекорд, антирекорд для Российской Федерации за всё время её существования по одновременному выезду россиян. Зачастую это выезжают люди, которые не согласны с российской агрессией против Украины. Скажите, пожалуйста, в целом, по настроениям внутри россиян, как вы это всё наблюдаете? Как это видится? Много ли россиян в недоумении, либо уже чётко поняли, что нет, ребят, здесь что-то вообще не то, это никакая не спецоперация, обычная война, и у кого-то в Кремле там поехала катушка? Ну, смотрите, изначально российское общество, конечно, было абсолютно в состоянии шока. Война для россиян стала такой же неожиданностью, значит, как и для украинцев. Значит, ну, та группа населения, которая и до этого была настроена оппозиционно, это порядка 30% российских избирателей, ну, треть, вот, она и по отношению к войне заняла такую жёсткую позицию отрицательную, да, значит, та группа населения, которая была лояльна, это тоже примерно три. Они, ну, они были в шоке, да, ну, по привычке, значит, ну, то есть мы одобряем в целом, Владимир Владимирович, ему виднее, то есть жира большой, ему виднее, вот, и с этими словами они, в принципе, ну, поддержали эту, значит, спецоперацию, как они её назвали, вот, ощущение того, что вся страна поддерживает эту операцию, обеспечила следующая группа населения, не вот эти лоялисты, да, они-то всегда были лояльными, а те преждеаполитичные граждане, да, вот у нас где-то 25% населения, значит, они ни на выборы не ходят, ни в других формах политического участия не замечены были, и, значит, вот они вдруг втянулись в политику, да, вот этот процесс произошёл, обеспечивший динамику, значит, ну, они же поняли, что что-то такое трагическое происходит, что-то масштабное такое, да, то есть нельзя остаться в стороне, и вот они, значит, пришли в политику, и они, ну, вот, значит, у них же нет навыков критического анализа, да, нет навыков, значит, ну, там, поиска альтернативных источников информации и так далее, и они, в принципе, ну, припали к тому роднику, который ближе всех был, а это оказался вот мутный родник, значит, государственной пропаганды, да, ну, и они тоже присоединились к группе поддержки войны, и за счёт них вот и возникла динамика, такое ощущение, что резко, так сказать, увеличилась общая поддержка, там, Путина и войны в стране. На самом деле это, в общем и целом, это группа, ну, порядка, там, вот 55, ну, до 60 максимум процентов, да, значит, получилось. И, значит, вот, но половина вот этой группы, да, вот прежде аполитичная, они, на самом деле, вот по мере привыкания к войне, по мере того, как она будет превращаться в фон, они будут выпадать из процесса, они снова будут становиться аполитичными. У них нет привычки, в принципе, долго вот этим заниматься, у них нет привычки следить за чем-то, что происходит в большом мире, они живут, ну, вот, своими собственными проблемами, бытовыми, так сказать, проблемами своего ближайшего окружения, понимаете? И поэтому вот эти люди, они уже начинают сейчас утрачивать интерес ко всему происходящему, да, ну, изо дня в день одно и то же, такие вот окопная война уже, по сути, да, там, какие-то грандиозные события не происходят, прорывов каких-то там в ту или иную сторону, да, изо дня в день там, ну, что-то вот там толкуется, так сказать, там где-то, наверное, есть линия разделения, она не движется ни вправо, ни влево. Вот, и они постепенно, интерес утрачивают, да, и выходят из политики, к тому же надо понимать, что это низкостатусные группы, у них низкие доходы, значит, им надо, ну, себя кормить как-то, семья, себя, свои семьи, а экономическая ситуация ухудшается, вот, и они выходят из вот этого процесса, ну, с ощущением, что, так сказать, обманули, да, они-то там поддержали, а начальник сплоховал, да, вот, эти люди, они революцию не сделают? Здесь, вероятно, такой риторический вопрос, насколько можно оставаться политичным, если политика напрямую влияет на качество жизни, ну, это действительно, вероятно, риторический вопрос, ответ на который, возможно, мы и когда-то узнаем, но уже впоследствии. И вот вы говорили о том, что действительно это неправда, что общество прям так сплотилось вокруг Путина, что его все поддерживают, это действительно искусственно созданная картинка с начала российского вторжения в Украину, многочисленные опросы подконтрольные Кремлю, конечно же, показывают, что большинство россиян поддерживают так называемую спецоперацию, но все-таки все эти опросы, что логично критикуются социологами, потому что в военное время сложно изучать общественное мнение, особенно в странах с таким автократическим режимом. Более того, общество не только не сплотилось, но и даже пыталось снести Путина, начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что на президента России Владимира Путина было покушение после начала войны против Украины. Давайте послушаем. На Путина были покушения. На него было даже покушение по линии, как говорится, представителей Кавказа не так давно. Это не публичная информация. Совершенно неудачное покушение, однако оно реально имело место. Это приблизительно два месяца назад было. Еще раз говорю, оно было неудачным, огласки никакой это событие не имело, но оно имело место. Вот скажите, как много времени еще нужно, чтобы действительно ситуация внутри самой России накалилась настолько, чтобы вот это несогласие и сам факт, что якобы россияне трансплотились вокруг Путина, это неправда, чтобы это стало явным внутри самой России? Ну, смотрите, вообще предсказывать сроки прихода революции дело неблагодарное. Даже те люди, которые ее делают, обычно ошибаются с оценкой, когда она произойдет. Известно, что в январе 1917 года Ленин сидит в Швейцарии и говорил о том, что, возможно, мы старые большевики не доживем до главных битв грядущей революции. Это предстоит сделать, так сказать, вам молодежи. Там с молодежью, со студентами общался. А через месяц революция случилась. А Ленин при этом, ну, как никто, сделал много для ее приближения, так сказать. Вот. Поэтому динамика революции штука непредсказуемая. И может случиться сейчас, ну, Россия, очевидно, пришла в точку неустойчивости, и все может случиться очень быстро. Но все-таки, вот складывая все, что мне известно, я прогнозирую, что все-таки, ну, как минимум до 2024 года путинский режим дотянет. Он будет слабеть, значит, очевидно. И 24-й год, вот выборы 24-го года, он может не проскочить. Да. Но пока все-таки силовики в целом лояльны, конечно. Островки недовольства там появляются. И эрозия, очевидно, идет. И если Путин никакого трофея из Украины не сумеет притащить в дубах, то эрозия эта ускорится. Вот. Но в целом, вот, наверное, он, я говорю, с учетом этой пока имеющейся базы, вот эта треть сторонников в обществе, она все-таки пока есть, хотя она тоже уже подвержена разложению. Вот. Но с учетом вот силовиков и этой базы, ну, я прогнозирую вот 24-й год. Теоретически он, может, и 24-й год даже проскочит. Вот. Но это будет сделать уже сложнее. На самом деле, все решается сейчас на поле боя там в Украине. Если поражение российской армии станет очевидным, то все те процессы, о которых я сказал, которые пока идут, ну, так идут, но не с какой-то безумной скоростью, они резко могут ускориться, да. Но это, значит, должно быть, ну, какое-то яркое, очевидное такое драматичное поражение. То есть там крейсер Москва, ну, в гораздо большем масштабе. Вот как-то так. Спасибо. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру. Спасибо. Я напомню, российский политолог, политтехнолог Абас Гоплямов был напрямую в связи с нашей студией.